Привет, друзья! И снова наболевший вопрос про мигрантов, только сегодня с другого угла. Фигура обсуждения будет иной. Сегодня мы погружаемся в острую проблему, которая захватила Ирландию. Трейдер хедж-фонда по имени Питер МакГарри оказался в эпицентре растущей бури против эмиграции. Питер МакГарри, работающий в Швейцарии, хорошо известен своими точными прогнозами на рынке облигаций. Но у себя на родине, в Ирландии, он также занимается побочным бизнесом. Размещением просителей – убежище от имени ирландского правительства. И вот тут-то и начинаются проблемы. В стране вспыхнули протесты, направленные против МакГарри и его компании Townby Unlimited. Гнев вызван антииммиграционными настроениями, которые усиливаются не только в Ирландии, но и по всей Европе. Протестующие обвиняют МакГарри в наживе, утверждая, что его компания больше озабочена зарабатыванием денег, чем благополучием просителей убежища и местных жителей. Ситуация накаляется. Townby Unlimited получила государственные контракты на сумму 28 миллионов евро на предоставление временного жилья просителям убежища. Критики говорят, что это попахивает на живой и задаются вопросом, как расходуются государственные средства. Этот финансовый аспект лишь подлил масла в огонь, и некоторые протесты переросли в акты насилия. Напряжение ощущается особенно сильно в таких районах, как Кулок в Дублине, где предполагаемое строительство центров размещения мигрантов вызвало бурю негодования. Смотрите эти видео у нас на канале МакГарри и его деловые партнеры находятся под пристальным вниманием общественности. И это отражает более широкую общественную дискуссию об иммиграции. В преддверии всеобщих выборов этот вопрос становится политическим полем битвы. Политические партии пытаются найти выход из положения, чтобы и общественные опасения учесть, и гуманитарные обязательства выполнить. Протесты против бизнеса Питер МакГарри, вероятно, сыграют значительную роль в предстоящей избирательной кампании. Эта ситуация поднимает ряд непростых вопросов. Как правительствам найти баланс между потребностями просителей убежища и общественной тревогой? Какую роль должен играть частный бизнес в управлении иммиграцией? И как мы можем гарантировать, что государственные средства используются прозрачно и эффективно? Итак, что вы думаете? Является ли Питер МакГарри дельцом, наживающимся на гуманитарном кризисе, или же он просто бизнесмен, попавший под перекрестный огонь сложной проблемы? Делитесь своими мыслями в комментариях ниже. И не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на эту и другие актуальные темы. Спасибо за просмотр, друзья. Оставайтесь в курсе событий и будьте активны. Увидимся в следующий раз. Субтитры подогнал «Симон»